Вход в поворот с внешней стороны Очевидная вещь Езда на мотоцикле подразумевает прохождение поворота Мы покажем вам, как проходить повороты безопасно с помощью анализа видеороликов, которые мы сняли во время тренировок безопасной езды на одном из треков в Германии Итак, заметили ли вы что-нибудь важное? Обратите внимание, как райдер осуществляет вход и выходит из поворота Во-первых, он входит в поворот с внешней стороны И вход в поворот осуществляется довольно поздно Это называется входом в поворот с внешней стороны Давайте взглянем на этот поворот с другого ракурса Давайте внимательно разберем то, что мы видим Большинство райдеров склонны входить в поворот слишком рано Красной стрелкой показано, как часто делают райдеры и они входят в поворот слишком быстро достигая апекса поворота слишком рано Красным конусом обозначена траектория, по которой поедет райдер если он последует в направлении, указанном красной стрелкой В любом случае, это будет опасно на дорогах общего пользования если райдер поймет характеристики поворота слишком поздно и будет не готов к встречному трафику Что произойдет, если райдер дольше останется на внешней стороне? Он достигнет внутренней кромки гораздо позднее Зеленым конусом обозначен апекс Давайте разберем другой поворот Трасса Нюрнбургринг, поворот Бергберг Вход в этот поворот осуществляется с внешней стороны На дороге вы должны убедиться, что вы держите необходимую безопасную дистанцию когда поворачиваете направо соблюдая разумную дистанцию от центральной линии и затем смещаетесь левее к обочине Находитесь на внешнем радиусе так долго, насколько это возможно На этой стадии вы должны использовать тормоза только при необходимости Скорость вхождения в поворот должна быть выбрана до начала вхождения в поворот При замедлении вы также можете переключить передачу вниз, если это необходимо Выбор скорости и передачи зависят от радиуса поворота и от возможностей самого мотоцикла Торможение необходимо завершить до входа в поворот, потому что мотоцикл может распрямиться, если вы используете тормоза во время поворота что сделает его прохождение более сложным Так или иначе, каждый мотоциклист должен знать, как и когда возможно использовать тормоза во время поворота и все райдеры должны немного поупражняться в этом, руководствуясь достижением большей безопасности При наклоне мотоцикл будет смещаться ко внутренней части Вы должны открывать газ плавно и деликатно, не для того, чтобы ускориться, а для того, чтобы держать себя на траектории и приготовиться к ускорению при выходе из поворота Если вы все сделали правильно, корректировка не потребуется В противном случае вам придется добавить скорость После входа в поворот вы приблизитесь к апексу Это самая близкая точка к внутренней части поворота Важным является то, что его достижение должно быть оттянуто как можно дольше, до выхода из поворота Если у вас хороший угол обзора, и вы можете увидеть конец поворота и направление дороги то вы легко сможете выбрать подходящую скорость и наилучшую траекторию прохождения поворота Дольше оставаясь на внешней стороне и наклоняя мотоцикл позднее вы получаете дополнительные преимущества, как, например, на этой картинке Эта анимация показывает различия между двумя способами прохождения поворота В то время как райдер на красном мотоцикле начинает поворачивать раньше райдер на зеленом мотоцикле остается на внешнем радиусе немного дольше Давайте посмотрим на результат использования двух разных траекторий поворота применительно к углу обзора Здесь оба мотоцикла находятся в одном месте на дороге Красная линия показывает угол обзора райдера на красном мотоцикле Окружающая среда, деревья, кусты мешают обзору, и встречная машина с этой позиции может быть замечена слишком поздно Угол обзора райдера на зеленом мотоцикле очевидно лучше и показывает преимущество хорошего обзора поворота, который и открывается ему гораздо раньше Как результат, машина может быть замечена гораздо раньше И водитель автомобиля увидит зеленый мотоцикл раньше и сможет внести корректировки в свою траекторию Вне сомнений, это преимущество и обзор райдера на зеленом мотоцикле очень важны относительно разных сюрпризов на дороге Например, мусора, сломавшегося автомобиля, которые сложно заметить с позиции райдера на красном мотоцикле Иметь хороший обзор в повороте очень важно для плавного прохождения поворота В этом случае ракурс более безопасный и правильный взгляд помогает нам приехать туда, куда мы хотим Чем лучше вы можете видеть то, что находится впереди вас и раньше рассмотреть поворот, тем плавней и безопасней будет ваше прохождение поворота Давайте разберем траектории поворота обоих райдеров с разных позиций Красный райдер, несмотря ни на снижение скорости, ни на изменение угла наклона во время поворота Будет двигаться по окружности С постоянным радиусом Выбранная траектория ведет его опасно близко ко внешней стороне его полосы И, соответственно, ко встречному движению Несмотря на то, что зеленый райдер в первой части поворота выбрал более узкую траекторию его прохождения Он имеет преимущество в ситуации, если ему придется применить торможение, так как он наклоняется позднее Более того, он уменьшает расстояние, проходимое в наклоне После входа в поворот он выбирает относительно узкий радиус И впоследствии может изменить его на более широкий при выходе из поворота В сравнении с красным мотоциклом, достижение апекса оттягивается до выхода из поворота Поворот осуществляется на меньшей скорости, что делает возможным более ранние ускорения Вы можете снова увидеть обе траектории в непосредственном сравнении Райдер на красном мотоцикле начинает наклоняться раньше, тогда как зеленый мотоцикл дольше остается на внешнем радиусе И имеет больше места, чтобы добавить скорость, находясь в повороте Как мы уже видели раньше, райдер на зеленом мотоцикле имеет лучший обзор в повороте Большое преимущество более позднего достижения апекса – это лучший обзор Да, зеленый райдер должен контролировать быстрый вход в поворот, но как результат он занимает позицию ближе ко внутренней части дороги Красный райдер, наоборот, вынужден увеличить угол наклона при выходе из поворота для того, чтобы уменьшить радиус и избежать выезда слишком близко ко встречному движению Зеленый райдер также имеет преимущество в возможности открыться раньше, в то время как красный райдер все еще находится в наклоне Красный конус – это точка начала поворота, которую выбирает большинство райдеров Обратите внимание на апекс и как далеко на самом деле он находится Еще раз, запомните, апекс – это самая близкая точка к внутренней части поворота Как вы можете видеть, в этом случае апекс – это почти выход из поворота Поздний поворот не знаком многим мотоциклистам, и на первых порах это может стать настоящим вызовом для ваших навыков Поэтому важно практиковаться постепенно, шаг за шагом, потому что большинство райдеров хотят повернуть раньше вместо этого Сперва выберите повороты, где начало расположено при входе в поворот, и райдеры вынуждены начать поворачивать позднее Используйте это сочетание при позднем повороте и выборе соответствующей скорости, потому что вход в поворот требует много практики и опыта Следующая ситуация снова показывает, насколько легко можно столкнуться со встречным трафиком Когда вход в поворот осуществляется слишком близко к обочине и достигается на неверно выбранной скорости Мы можем четко увидеть, как мотоцикл распрямляется после использования тормозов в наклоне В ситуации подобной этой, меньше возможности увеличить угол наклона, чтобы избежать выноса на встречную полосу Мы хотели бы отдельно отметить и обратить ваше внимание на то, что поворачивание это не статичный процесс, который каждый раз осуществляется одинаково Вариации разных дорожных ситуаций могут потребовать от райдера, например, изменить траекторию движения из-за встречного трафика Изменение траектории зависит от конкретной ситуации и может включать в себя уменьшение скорости и смещение ближе к обочине Оттягивание достижения апекса предоставляет преимущество не только при прохождении одиночных поворотов А при череде последовательно расположенных поворотов отсроченный апекс приносит особо ощутимую пользу Для поворотов, расположенных один за другим, траектория для каждого поворота будет выбираться в зависимости от ранее пройденного Теперь выбор траекторий и апекса становится важным Из этой позиции мы решаем, где будет лучше всего войти в поворот, чтобы увидеть следующий поворот Например, в этом левом повороте райдер располагается ближе ко внешнему, правому краю А в правом повороте ближе ко внешнему, левому, чтобы иметь возможность входить в поворот с внешней стороны Эта техника отложенного апекса позволяет выбирать траекторию следующего поворота при заходе по внешней стороне Суммируя изложенное, прохождение поворота включает в себя Приближение к повороту Торможение до входа в поворот Выбор правильной передачи, чтобы достигнуть правильной скорости А затем поворот в направлении апекса Подобно дороге в Лейквилле, мы остаемся на внешнем радиусе дольше, чем мы ожидаем И выбираем траекторию и скорость, подходящие к конкретной ситуации Наш заключительный совет При прохождении каскада поворотов, поворачивайте правильно Те, кто считает, что такой навык, как прохождение поворотов, сводится только к переносу веса, заблуждаются Только обдуманное и целенаправленное руление направят ваш мотоцикл туда, куда вы хотите приехать Вне всяческих сомнений, прохождение поворотов, особенно на дорогах общего пользования, требует внимания ко многим аспектам Для более подробной информации, мы предлагаем вам ознакомиться с обучающими книгой и DVD Конкретный мотоциклист на ifz.de Практиковать безопасное прохождение поворотов Лучше в рамках программы обучения, как на дороге, так и на треке Не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте MotoGymHana73 Там вы найдете много полезной информации про управление мотоциклом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»